Спасибо большое, уважаемый Сергей Александрович, уважаемый Фёдор Александрович, коллеги. Действительно приятно и полезно выступать здесь каждый год, ну а между выступлениями общаться с многими присутствующими здесь экспертами, которые давно уже стали товарищами, друзьями, и черпать умные мысли, я говорю без всякой иронии, и оказываясь здесь, вот сегодня, когда здесь оказалось, очень приятно, что в наше непростое время некоторые институты остаются незыблемыми, как с точки зрения физического оформления места встречи, так и с точки зрения интеллектуального насыщения, и я уверен, что сегодня многие, или вчера вы начали уже, да? Я уверен, что многие участники приводили примеры дискуссий долгих прошлых лет, в ходе которых высказывались те мысли, которые сейчас реализуются на практике в глобальном масштабе. Действительно, мы, я не буду цитировать присутствующих здесь авторов, но мы многое черпаем из анализа, который члены СВОП осуществляют и предлагают вниманию общественности. Это что такое? Подслушивают кто-то? Кого-то включу. Второй колоний. А, вот, все. Все, спасибо большое. Перу и мыслям членов СВОП принадлежат такие выводы и прогнозы, как наступление точки перелома, как констатации того, что надежда на расчеты на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались. Ну и понятно, что эти вещи мы сейчас ощущаем в практическом плане, и ясно, что западный трек в том виде, который он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса. Задача поставлена громогласно и открыто. Победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семерки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики. Ну а что касается, возвращаясь к России, западное экспертное сообщество уже открыто обсуждает полученный заказ на выработку сценариев расчленения нашей страны. И не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада. Ну и в рамках самого Запада, понятно, доминируют Соединенные Штаты. В нашей новой концепции внешней политики мы употребили термин, который хорошо всем известен, англосаксон, он до сих пор в доктринальных документах не употреблялся, но он отражает то, что англосаксонский мир подчинил себе, ну прежде всего, всю континентальную Европу, несмотря на робкие попытки отдельных политиков время от времени вспоминать о задаче стратегической автономии Евросоюза, но вслед за континентальной Европой и весь остальной так называемый коллективный Запад, включая страны, которые расположены на юго-восточной части азиатского континента. И для нас, для всех наступила новая реальность, это, как я уже сказал, отражено в концепции внешней политики. И если брать тенденции глобальные, то то, что сейчас происходит вокруг Украины, конечно же, ускоряет переход к многополярной системе международных отношений. Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря, это мы видим, но эта консолидация все-таки скорее напоминает подчинение, тотальное подчинение своей воле всех остальных. Но, несмотря на это, консолидация произошла. Но одновременно возникла и линия разлома между коллективным Западом и глобальным большинством странами глобального Юга и Востока. Мне, кстати, сказали, что в ходе недавних дискуссий внутри Евросоюза представитель одной из стран, ЕС, предложил абсолютно серьезно отказаться от любого употребления термина «глобальный Юг», потому что, как он сказал, это посылает неверный сигнал о том, что не все вместе с Западом и работает на интересы России и Китая. То есть вот до чего дошла уже одержимость собственным величием и необходимостью подавить любые альтернативные точки зрения. И понятно, что, несмотря на нежелание многих стран глобального Юга громко и решительно отстаивать свои интересы, хотя такие лидеры тоже есть, и их немало, тем не менее глобальный Юг готов на практике, может быть, не делая слишком громких заявлений, но на практике готов противостоять диктату Запада, который становится все более и более навязчивым, все более и более агрессивным, включая шантаж, угрозы, наказания, санкции и многое другое. Вот когда у нас состоялось месяц назад, в конце апреля, заседание Совета Безопасности, где мы, как председатели этого органа, предложили обсудить тему многосторонности и защиты принципов устава ООН, вот этот разлом, линия разлома очень отчетливо проявилась. Наши оппоненты полностью украинизировали дискуссию, как они это делают на всех других многосторонних площадках, включая группы 20, но их вот эта русофобская заряженность, она вызывает такое подспудное, но уверенно растущее раздражение среди мирового большинства. И многие стран Юга, Востока и в беседах, но порой и все чаще и открыто сетуют на равнодушие Запада к их насущным проблемам, к насущным проблемам африканских, азиатских стран, которые нуждаются в дополнительной поддержке для реализации программ своего социально-экономического развития. И это недовольство проявилось в дискуссии, о которой я говорю. Ну и Запад порой прибегает к таким методам, которые действительно уже трудно объяснить чем-либо, кроме недостатком медицинского содействия отдельным политикам, когда, например, заявляют всерьез, что для русских посещение Европы это не право, а привилегия. Такие заявления из уст руководителей стран Евросоюза звучат, что, конечно же, сразу напоминает. Ну, если вспомнить те русофобские проявления в отношении наших граждан, в отношении русской культуры, русской литературы, русского искусства в целом, дискриминационный подход к нашим соотечественникам в сфере образования и многое другое, то в последнее время по разным поводам вспоминают Киплинга. В этой связи напрашивается и еще одно его высказывание о том, что русские – это расовая аномалия. Очень нетрудно заметить живучесть этой философии в действиях многих западных политиков. Ну и, безусловно, вы наверняка это обсуждали, вы регулярно знакомитесь с произведениями западной политологической мысли. На мой взгляд, она оскудела. И я встречался в Нью-Йорке с некоторыми старыми знакомыми из числа американских политологов, и не могу сказать, что они подтвердили свое реноме каким-то серьезным анализом, который хоть на дюйм выбивался бы из официального политического нарратива, продвигаемого западными правительствами. Дождаться контрнаступления Украины, затем заставить русских на более перспективных для Киева условиях заключить мир, взять передышку и накачивать Украину оружием для того, чтобы все-таки в конечном итоге реализовать цель полностью отбрасывания Российской Федерации с русских земель, включая Крым и включая Восточную Украину. Это вот политологи. В общем, не надо быть семипядей во лбу, чтобы просто повторять официальную линию, продвигаемую на всех перекрестках, на всех мероприятиях. Я уже говорил, что Евросоюз, к огромному сожалению, утратил свою субъектность, впал в полную зависимость от Соединенных Штатов. По сути дела, если брать какие-то аналогии, Соединенные Штаты славятся тем, что они являют из себя плавильный котел, в котором все эмигранты, которые могут свободно пребывать с любой точки земного шара, по крайней мере, так было раньше, переплавляются в американцев, в американцев, у которых единые ценности, которые, в общем-то, эти ценности готовы распространять самыми разными, в том числе не очень деликатными методами по всему миру. Так вот сейчас, образно говоря, теория и практика плавильного котла применяется и к остальным западным странам, и на примере Европы это видно, ее переплавляют в подчиненное политическое состояние Вашингтону, и плавильный котел, эта философия уже распространяется на другие регионы мира, когда всех заставляют жить по правилам золотого миллиарда. Кстати, это сам термин «золотой миллиард», ну, без слова «золотой», но «наш миллиард», этот термин звучит в документах, официальных документах Евросоюза и «семерки». Так что, эта бесцеремонность, эта одержимость собственным величием, конечно же, заводит международные отношения в очень сложную ситуацию, и я не вижу здесь каких-либо перспектив компромиссов, которые консервировали бы вот это вот состояние перехода от диктатуры к многополярному миру, не вижу. Могут быть какие-то паузы, наверняка, могут быть какие-то передышки, но эпоха перехода к многополярности и отказа от подчинения гегемону, она наступила, она может быть длительной исторической эпохой. И в этой работе, в этой борьбе у нас немало союзников. Вы все видите и описываете наши отношения с Китайской Народной Республикой, с Индией, со странами Асиан, с государствами Персидского залива, с Ираном, с Турцией, с Африканским союзом, с возрождающимся сообществом стран Латинской Америки Карибского бассейна, который после выборов в Бразилии вновь обретает дыхание, и многие другие страны и их объединение. Конечно же, объединение на нашем пространстве, в ближнем зарубежье, как мы говорим, это и СНГ, ОДКБ, и Евразийский экономический союз. Немало сложностей, тут нечего скрывать. Мы видим, с каким ожесточением Запад посылает своих эмиссаров по всему миру, включая к нашим ближайшим соседям, требуя от них, не стесняясь, требуя от них прекратить, если не любые торгово-экономические и инвестиционные связи с Россией, то большинство из этих связей передают списки с поименным называнием товаров, которые должны быть запрещены к экспорту в Российскую Федерацию. Я сейчас не утрирую. Недавно была троица, американец, британец и представитель Евросоюза, которая колесила по странам Центральной Азии. Но, еще раз говорю, они умеют играть на вот этих проблемах, на сложностях, которые они сами создают для других стран. И, наверное, они будут иметь какой-то результат, какой-то выигрыш в краткосрочной перспективе, но в долгосрочном плане они, конечно, прежде всего американцы, рубят цук, на котором сидят. Включая, вот Алексей упоминал про то, что происходит в Международном валютном фонде, включая и роль Международного валютного фонда и Всемирного банка, и, конечно, роль доллара в мировой экономике. Дедолларизация началась, причем как на практике, так и в концептуальных выступлениях. В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности нового банка развития от злоупотреблений, сохраняющейся пока еще ролью доллара, и многие другие инициативы в этом направлении выдвигаются. Так что у нас немало союзников, немало единомышленников, и здесь нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность кому бы то ни было. Мы вынуждены отвечать твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну. Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать вначале, и давайте перейдем к интерактивным дискуссиям. Спасибо.